Здравствуйте, дорогие девочки! И снова я с вами. Что-то я зачастила, но я не думаю, что я делаю что-либо неправильно в этом плане, потому что многие из вас, очень многие действительно, просят, спрашивают, предлагают почаще появляться на экране, почаще делать ролики разного толка. Но сегодня у нас парфюмерная, и это наше самое с вами любимая тема, естественно. Ну что же, сегодня у меня ароматы, их всего пять, но до середины февраля мне их вполне будет достаточно. Я уже начала ими пользоваться. Это ароматы, как правило, цветочно-фруктового сладкого направления. Вот такая категория. они и слегка пудровые, они и слегка свежие. Вот. И что самое интересное, все пять ароматов очень оригинальные. Вы увидите это сейчас. Возможно, что вы знаете ароматы, но всегда неплохо взглянуть на них под каким-либо другим углом. и этот угол сегодня, угол направленности у нас такой. У нас зима. Февраль. По моим понятиям, по моим ощущениям, февраль для меня лично самый долгий зимний месяц, несмотря на то, что у него всего 28 дней, или там 29, да, високосный год. Я считаю, это мое ощущение. Вот прям тянется, потому что до этого уже был январь, понимаете, а еще до этого был декабрь и ноябрь, и вот февраль. Это именно то время для меня, когда вот-вот-вот-вот вроде бы должен проклюнуться март, но его еще все нет и нет, но вот это ожидание, вот это внутреннее душевное почкование, распускание, набухание, вернее, даже еще не раз, почечки какой-то, надежды, оно уже есть и вот никак уже не дождешься. Вот так вот, да, девочки? Итак, первый аромат, конечно, вот этот аромат известен всем парфюмерным любителям и всем парфюмерным любительницам, это Эйден от Кошарель. Вспомните этот замечательный бирюзово-зеленый флакончик. У вас он ярче выглядит, он действительно выглядит каким-то, вот я смотрю, таким ярко-зеленым, почти в бирюзу, у меня он выглядит более, он более спокойного такого толка, вот цвет. Ну, Эйден. Ну что же, Эйден у меня с незапамятных времен. Это один из самых старожилов, что ли, стареньких, стареньких, в общем, что-то в этом роде. Стоит давно, стоит давно, куплен был чуть ли не с года издания, в прекрасном состоянии, духовном, он находится, но мы с ним не дружим, не дружу я с ним. Я его ценю, я его понимаю, как мне кажется, да, вот умом я понимаю, какой это великолепный, магический аромат, можно так сказать, какой зеленый джинн из пра-пра-пра-веков, из вот этого пра-пра-рая, райского сада, в нем живет, а он там живет на самом деле. Этот аромат всегда, он не только всегда будет в ногу с современностью, он со дня своего рождения уже перепрыгнул на сто лет вперед, вот эту самую современность. И это как раз тот самый аромат, который можно совершенно спокойно назвать нишей в люксе. Согласны со мной, девочки, у кого он есть, сходите, послушайте, а кто помнит его наизусть, тот согласится сразу же. Ну что же, здесь, конечно, очень-очень интересная пирамида. Такое ощущение, что художник, будем называть вот этого парфюмерного мастера, мастера так, да, что вот этот художник пытался загрузить всю палитру, в общем, вернее, весь холст сразу всей палитрой красок, какие только у него были в аспекте, да, у него и фрукты, у него и огромная, какая-то какая-то окружность невероятного сочетания цветов, причем цветы, эти действительно цветы и фрукты собраны со всех концов земли, ну, ну, эйден, да, рай, действительно, вот собраны вот в одном месте, это в раю, вот, и также в этом флаконе, вот для того, чтобы вы хотя бы немножко вспомнили, освежили, что же находится в этой пирамиде и почему я называю ее вот такой вот просто, ну, я даже, у меня даже слов не хватает, девочки, что случается со мной крайне редко, просто это затканное всеми цветами радуги полотно, затканное, там нет уже свободного пятнышка этого льна, понимаете, вот смотрите, это еще далеко не все, что я тут вам выписала, черная бузина, она меня просто сшибает с ног, ну, где вы, в каком аромате вы еще находите, когда-либо видели, черную бузину, а, еще, ее и так, она и так редко, красная, там, да, желтая, это черная бузина, черная бузина, ананас, белая водяная лилия, мимоза, мало, мало, значит, добавим что? Давай дыню добавим, давай, а давай ландыши, а почему нет? Давай ландыши, лотос к ним можно, можно, ну, давай бергамотику кинем и мандаринчиком приправим, ну, давай, а тонкабона забыли? тонкабона, обязательно давай, а к ним почули подойдут, будут заземлять немножко, чуть-чуть землистого мутного такую, будут рыбку ловить в мутной воде, тонкабона спорч, а давай, классная идея, давай, а что если мы сюда добавим туберозу, вот уж как жахнет, так жахнет, как говорится, лови, такой-то гранату, вот примерно таким мог бы состояться разговор, между двумя парфюмерами, если их было два, было ли их два, я не знаю, заявлен только один, Кушар, по-моему, Кушар, вроде бы так его звали, вот, ну, или зовут, я надеюсь, что он жив, вот, но если бы их было двое, это был бы действительно очень странный, очень забавный, вот такой разговор, когда люди просто стоят над огромным таким чаном, с зельем, и думают, чего бы нам еще взять, вот оттуда, отсюда, с этой полочки, с верхней, с нижней, чего бы туда еще вот забухать, чтобы получилось вот такое вот магическое зелье, и что я должна вам сказать, проходят годы, они уже прошли, прошло, наверное, ну, лет 20 с момента покупки вот этого аромата, именно этого, это вот оригинальный, не переформулированный, позже ничего, оригинальный, абсолютно, это. И вот по истечении этих лет подходила я к нему очень редко, потому что очень помнилось мне вот это мое первое впечатление, потому что первые годы я пыталась его приручить, вот этот спирит, он, я не могла его осветлать, я не могла его, вот он, ну, настолько был свободным, настолько независимым, да, от моего восприятия, вот, но, как я говорю, прошло очень много лет, за эти годы я научилась любить туберозу, за эти годы я стала понимать, что такое действительно тонко вместе с пачули, и действительно, так ли уж они хороши вместе, и что это действительно так, и тонко боны с пачули и с туберозой создают неповторимое сочетание, которое и держит определенную свежесть в аромате, насыщенным множеством фруктов и цветов, и в то же время как-то заземляет все это, и придает ему какую-то такую динамичную основу, аромату, вокруг которой все вот это закреплено. Говорить вообще об этом аромате можно очень много. Стоит только ли? Ну, вот этого я уже не знаю, это уже решать вам. Давайте перейдем к следующему. Следующий аромат у нас будет знаменитый для меня, давно желанный мною, альмимуа, или альмимуа. Это аромат от марки Корон. Корон. И здесь целая сотка. Аромат выпуска 2013 года. Аромат, собственно говоря, уже переформулированный, но не в негативном смысле переформулированный. В 2011 как раз была переформулировка Корона. Ну, старого Корона, да, классического Корона. Вот, его ароматов. Но переформулирован он был с добавлением новых эссенций, актуально звучащих эссенций, чтобы аромат, ароматы, вернее, Корона, настолько, насколько они классические и прекрасные, все же звучали более современно. Понимаете? С этим смыслом, с этим посылом была произведена переформулированность. Переформулировка, так сказать. Вот. Но переформулировка была сделана очень-очень бережно и аккуратно. Так, чтобы те покупательницы, которые будут покупать его и в 2013 году, и позже, не были ни на йоту разочарованы. И он меня не разочаровал. В начале, что случается в моей парфюмерной жизни нечасто, я выписала пробничек из какого-то очень хорошего, такого солидного магазина в Гаубурге. Эссенция Нобили, по-моему, называется он. Я выписала там, я вообще выписываю оттуда время от времени пробнички на выбор, вот что меня интересует, там ниши там какие-то, ниша, еще что-то. И выписала мемуар. Этот пробничек, я ушел у меня в лед просто, понимаете? И я помню, что он поразил меня невероятной стойкостью. И вот, ну, такой цветочной духмяностью, таким цветочным, богатым облаком и таким раскрытием. И, в общем, я должна вам сказать, что в тот момент, когда я пользовалась пробничком, я каждый раз думала, да, да, вот это духи, вот это то самое, что мы когда-то называли, что наши мамы когда-то называли, духи, духами, понимаете? И решилась я выписать себе вот такой вот огромный 100-миллилитровый флакончик вот такого красавца. И что же? Вы видите, стоит у меня, по-моему, уже, наверное, года два, я думаю, так, да? Ну, вот прилично от 100-миллилитров всё равно до уголок. Я должна вам сказать одну вещь. Одного впрыска-впрыска, да, вот, в общем, одного нанесения из пульверизатора. Пульверизатор здесь очень хороший, но каждый раз, когда я наношу этот аромат, я должна думать о том, что он у меня не закончится суток полторы-двое. Один только брызг. Он всегда будет слышен. Всегда. Он просто волнами, одна за одной. Вот если вы были на море или живёте у моря и часто плаваете, привет, Ларочка моя дорогая, вы знаете, что когда погода несколько неспокойная, волны догоняют вас прямо у берега, понимаете? Они не очень большие, но, тем не менее, довольно сильные. Они постоянно накатывают, накатывают на вас и даже иногда не дают вам выйти из этого самого моря. Вот это точно он. Аромат переводится как «люби меня», «полюби меня», понимаете? Море вас хочет оставить себе и просит «полюби меня, останься со мною», что может быть очень даже опасным. Поэтому одного брызга, кроме как, больше чем один вот такой вот брызг, одно нанесение, делать с этим ароматом не нужно. Никого не слушайте, девочки, кто говорит, что он слаб или что-то ещё у него не хватает. Это настоящие духи. Концентрация, да, парфюм, но это духи в том понимании, в котором это имели наши мамы и наше поколение восьмидесятых, девяностых годов, тогда, когда проходила наша молодость, девочки. Бесподобный, 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 женственный, элегантный. Просто, знаете, элегантность forever. Я не сказала вам про нотки. Если это кому-то ещё интересует, то я вам лучше скажу. Тут замечательная пармская фиалка. И стоит она в самом начале. А фиалка, это вы понимаете, да? Это туманы, это пудра, это некоторая задумчивость и мечтательность. Но Анис, который стоит прямо рядом с этой задумчивой пудровой фиалочкой, прекрасной, сиреневой, он не даёт ей надолго задуматься. Он её так, знаете, берёт прям под локотом и говорит, ну-ка, милая, пойдём встряхнёмся. И они фланируют по бульвару. И у них это очень хорошо получается, потому что от обеих идёт такой волнующий флер. Вы понимаете, о чём я. Мне очень нравится. Здесь, конечно же, что ещё очень здорово, здесь есть серая амбра, ирис и жасмин самбак. То есть, как вы понимаете, это далеко не всё, но это основные ноты, которые я вам назвала. Вот он, вот он не даст мне. Поэтому он, знаете, вот всегда, вот он такой, вот я. Всё. Что бы я сейчас ни нанесла, доминировать этот аромат среди других будет постоянно. Но он мил, но он прекрасен, он форэва. Женщина, девушка, форэва. Дама. Прекрасный. Так, чтобы нам не задерживаться, давайте я сделаю глоточек из моей вот такой вот замечательной чашечки. Это любимая чашечка моей внучки. Да-да. Я её, слава богу, ещё не потеряла. Типун темный язык, кто это предполагал. Всех отправила в банк, говорю сразу. Кто был невежлив, кто был недружественен ко мне, кто ничего не понял, кто пытался сразу же сучить мне свою какую-то мораль, которую моралью не назовёшь, представлениями, возможно, какие-то свои совершенно. Нет. Все, кто, в общем, был нехорош со мной, все ушли в бан, девочки. Слава богу, их немного. Это довольно новая волна хейтеров сейчас. Поэтому, девочки, не удивляйтесь, пожалуйста, проходите мимо. Я их всё равно всех уберу. Я больше не церемонюсь, как в прежние годы. Пыталась с ними даже как-то оппонировать, тот чуть ли не задружится, как-то их немножко смягчить. Нет-нет. Все эти времена ушли в прошлое безвозвратно. Поэтому на этом канале только дружественные, приятные подруги, замечательные люди, хорошие отношения, человеческие. Ну, это я. Вот перед тем, как выпить из моей кружечки чайку. Сейчас у меня горлышко. Поэтому я использовала этот момент, чтобы предупредить тех, кто вдруг опять накатит. Это как какая-то, знаете, волна мусора, которую мусорщики бастуют. Вот у нас тоже сейчас в Германии, в Италии часто бастуют. Вот-вот волны мусора. Потом они придут, они их, конечно, сметут. Ну вот, дальше, девочки мои. Корону мы посмотрели. Покажу вам сейчас один из самых любимых моих ароматов. Не удивляйтесь моему выбору. Я объясню сейчас, почему. Мисс Диор оригинале. Видите, вот этот мусор, как он называется, да? Вот это был знаменитый Диоровский жакет. В середине сороковых, в пятидесятых. Аромат вышел после войны, в сорок седьмом году, впервые. И был действительно ознаменован, как, в общем-то, новая эра, новый Диор, так сказать, нью Диор. потому что в то время Диор до этого просто, что значит просто, до этого кутюрье по пошиву замечательной, эксклюзивной одежды для богатых, для очень богатых людей пришел на мысль, или ему ее подсказали, это не важно, что, в общем-то, и остальные девушки, женщины, мадемуазель, или мадам, тоже хотят иметь кусочек Диоровского счастья. То есть, чулочки, носочки, духи, то, что может, в принципе, купить каждая женщина. Не каждая женщина купит Диоровское платье за пять или шесть тысяч фунтов, например, да, тамуе и не нужно. Например, не нужно, правда, вот, а вот духи или какое-то украшение, или какая-то сумочка, или какой-то поясок от Диора. Пожалуйста, этого нам в жизни вполне хватает, чтобы подпоясать эту нашу жизнь, эти наши фантазии, как-то их подстегнуть, как-то, в общем-то, себя облагородить и восприятие себя, как женщины, как девушки. Вот, и это был первое, это вообще первое мисс, тиуа, она ведь так и называется, и продолжает так называться, но имеет уже другую форму, несколько других флаков, несколько другой флакон, хотя узнать наш современный флакон в этом флаконе вполне себе можно. Только вот эти гусиные лапки, так называемый мустр, находится в диоровских флаконах здесь, на пяточке, на донышке. А этот весь матовый, прекрасный, такой подсахаренно-засахаренный, но сам аромат не засахаренный, сам аромат не сладкий, это цветочный шипр. Самая одна из самых моих любимых, если не самая любимая моя категория. Здесь и красота, здесь и женственная элегантность, здесь и некоторая такая я бы сказала официозность даже какая-то, то есть это шипр, несмотря на яркую цветочность, он серьёзный, он такой, знаете, вы подаёте себя, понимаете, вот вы входите, вплываете в какое-то помещение, да, или в какую-то компанию людей с этим ароматом, да, всегда, всегда заметят, вам всегда скажут комплимент с этим ароматом и воспримут вас уже совершенно иначе, чем с каким-нибудь, с каким-нибудь легкомысленным, скажем так, цветочным, игривым ароматом. Что же в нашем мисс Диоре находится? Да, здесь, в общем-то, можно сказать, состоит он из многих компонентов, но самые главные крины это гальбану, это жасмин самбак и это пачули. Именно вот эти три компонента настолько противоречивые, подогнаны так друг к другу, так скомпонованы, что на них держится вся эта замечательная композиция. Если жасмин самбак отвечает за женственность и благоухание, то гальбанум отвечает за свежесть цветочной композиции. Ну, а пачули, можно сказать, в такой форме выглядит довольно бесстыдно. То есть, он откровенен, этот пачули, эти пачули, они откровенны, они такие вызывающие, как я уже сказала, они такие самоутверждающиеся, и они даже немножко грязноваты, но в самом таком хорошем, дерзком смысле. Я очень ценю в духах именно вот такую грязноватость хорошего толка, да, как вы понимаете. Ну, что прочим, девочки, вы видите, что этого аромата, это у меня, по-моему, пятьдесяточка была, да, этого аромата у меня остается уже, ну, сколько, миллилитров двадцать пять, может, двадцать, и сегодня вечером я выписала себе сотку, как жахнула, у нас идут сейчас скидочки здесь, к Дню Святого Валентина, я жахнула сотку оригинале, и ещё к ней разгорячилась, и жахнула же сотку коко, но в туалетной воде, и обязательно покажу вам их, когда они придут, и скажу несколько слов о коко в туалетной воде, у меня есть парфюм, но вот будет и туалетная водичка, да, можно сравнить оба, это тоже всегда интересно, ну, вот такая вот, и что у нас ещё тут, девочки, у нас осталось два аромата, ну, и посмотрим, да, 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 2015 год, прекрасное было время, почти 10 лет назад, ну, 9 уж точно, и как-то очень быстро оно пролетело, а я помню этот день, как сейчас, когда я зашла и увидела коробку вот с этим ароматом, вы только посмотрите, вы знаете, кто давно меня смотрит, мою влюблённость в этот аромат, это Fatally Intense от Agent Provocator, Agent Provocator, как-то вот так вот, бесподобной красоты аромат, редкое сочетание ягод, фруктов, специй и цветов, и я вам его сейчас назову, оно вас очарует, и вы, наверное, точно захотите приобрести этот аромат, пока он ещё есть, пока он ещё доступен, да, и что же тут я вам скажу, здесь у нас чёрная лакрица, вообще, сейчас, девочки, внимание, вся пирамида звучит, как какое-то заклинание, понимаете, ведьмарское, над чем-то, послушайте, чёрная лакрица, перец чили, ежевика и чампака, лотос роза, чёрная кожа, таитянская ванили, серая амбра, и всё на этом, понимаете, но, если без шуток, вот этот самый, чёрный, до чёрной кожи мы ещё дойдём, и до чёрной лакрицы, но вот перец чили, он действительно настолько необычен здесь, вместе с этой чампакой, это, насколько я знаю, сорт ванили, который растёт только в Индии, сочетание невероятное, девочки, он действительно похож на звезду Мюглера, на первого ангела, похож, но там нет тот ангел, да, он, он, вот ангел, да, высший класс, этот ничуть не хуже, девочки, но этот ангел, скажем так, или, вернее, не ангел, этот агент одет в чёрную, тоненькую чёрную замшу, выделанную чёрную кожу вот рода замши, и розу он вот держит в руке великолепную бархатную болгарскую розу, понимаете, и роза вот эта в своей роско, в своём роскошестве, в своём раскрытии, в таком замшево-бархатном переливе точно такая же. Чёрная лакрица это тоже смешанный аромат чёрной вот этой кожи нежной, чёрной замши тоненькой, этой замечательной болгарской розы, вот это какая-то определённая сладость, чуть подкисленная сладко-кислой чёрной же ежевикой, такой сорт ежевики есть, вот, и чампака, лотос, тайтянская ваниль, в общем, это тот самый агент провокатор, который действительно агент соблазнитель, если человек надушенный этим ароматом подойдёт к вам и попытается выведать у вас самую вашу сокровенную тайну, поверьте мне, вы расскажете ему всё, вы расскажете, хотите вы, не хотите, у вас просто не будет шанса пойти на по пятой, девочки мои, вот так, ну и что, и последний ароматик это у нас аромат, который называется чумачечья любовь, если вы думаете, что аромата с таким названием нет, то вы очень ошибаетесь, этот аромат от Унгара, вот он, я уж не знаю точно, как произносить, Эммануэль Унгара или Унгару, в общем, я буду говорить Унгар, вот, это итальянский аромат, вот, и это действительно ламо фу, сумасшедшая, чокнутая, безрассудная любовь, совершенно, понимаете, то есть, крыша отъехала у человека, и вот примерно так должен пахнуть аромат, сколько раз, когда у меня бывали подруги, сколько раз, когда я видела их заинтересованность и вот это вот придыхание, когда они стояли перед моим раскрытым парфюмерным шкафом, я обычно что-нибудь дарю, и моя рука столько раз тянулась к этому аромату, даже брала его в руки, я готова была его отдать, и почему-то каждый раз, как будто кто-то дергал меня за эту руку, за привязанную ниточку, от рука опускалась, аромат оставался, собственно говоря, на месте. Я никак не могла понять, почему я не могу подарить этот аромат кому-либо. И только теперь я поняла, я рада, что я его не подарила, потому что он очень сексуальный, он очень возбуждающий, он действительно кружит голову. Давайте посмотрим в пирамидку, потому что здесь есть та же самая сумасшедшая, тот же самый сумасшедший сорт ежевики, как и до этого Fatal Intense, понимаете, вот этот вот соблазняющий какой-то, перед которым, как я уже сказала, вы откроете все свои тайны, все свои фишки, выставите, побегайте, забавная штука. Так, и что тут у нас? ежевика, груша, персик, розовый перец, пальмская фиалка, пожалуйста, и серая амбра, роза, роза, я не знаю, назвала или нет, да, замечательная пирамида. В общем, я вам так скажу, был он недорог, но покупка стоила того, и слава Богу, что я его никуда и никому не отдала. Да, и вот этот розовый перчик, он так, знаете, будоражит вас, вот так, немножко тоже так вот поддевает. Ну-ка, ну-ка, давай-ка, решись все-таки, да, открой свои чувства, читай, открой личико, пойди навстречу своей любви, своим чувствам, своим каким-то позывам, понимаете, вот этим. В общем, замечательный аромат, очень рада. Он такой, знаете, сладко-специевый, вот я бы даже сказала, это больше вот в это направление. Красавчик, красавчик, о чем тут говорить, по-моему, я разрезвилась, не знаю, как я сегодня, наверное, наговорила минут на 20, хоть бы не на 30, о каких-то пяти ароматах, но я думаю, девочки, оно того стоит. Вот они такие у меня, замечательные, как вы видите все. Выбор, я считаю, прекрасный, на середину февраля. Не заскучаешь с таким выбором. И я вам тоже желаю не скучать, растите в себе этот маленький росточек, маленькую, такую, такую, знаете, почечку, которая трепещет и ждет прихода весны. А я вас всех очень люблю. Пишите мне, пожалуйста, ваши комменты, пишите, есть ли у вас такие ароматы. И, что бы вы хотели услышать, увидеть, какие ароматы, какого направления, какие бренды, пишите мне об этом. Если у меня есть предполагаемые вами, я с огромным удовольствием покажу вам аромат этой серии или этого бренда и опишу его вам. До свидания.